Давайте завершающий на сегодня вопрос. Я хотел бы дать Би-Би-Си. Редкий гость в наше время Стив Розенберг. Би-Би-Си это вот в такой шапке, нет? Я прочитал итоговую декларацию БРИКС и там говорится о необходимости глобальной и региональной стабильности и безопасности и справедливого мира. И в общем-то девиз российского председательства БРИКС включает такие понятия, по-моему, справедливости и безопасности. Но как все это соотносится с вашими действиями последние два с половиной года, с вторжением российских войск в Украину, где справедливость, стабильность и безопасность, в том числе безопасность России, потому что до начала СВО не было ни атак дронов по российской территории, ни обстрелов российских городов, ни иностранных войск, оккупирующих российскую территорию. Этого не было. И последнее, как это все соотносится с заявлением недавно британской разведки о том, что Россия поставила перед собой цель сеть хаос на улицах Британии и Европы, поджогами, диверсами и так далее. Вот где стабильность? Спасибо. Значит, начну с безопасности России, потому что для меня это самое главное. Вы сказали про удары дронов и так далее. Да, этого не было, но была гораздо худшая ситуация. Ситуация заключалась в том, что нам на наши постоянные и настойчивые предложения наладить контакты и отношения с странами западного мира все время указывали на свое место. Вот я могу вам совершенно определенно это сказать. Так, вроде все ласково, но в принципе нам всегда показывали свое место. И это место в конечном счете привело бы нас к скатыванию России в разряд второстепенных государств, которые выполняют исключительно функцию сырьевых придатков. С потерей в известной степени и в большом объеме суверенитета страны. А Россия в таком качестве не только развиваться, она существовать не может. Россия не может существовать, если она теряет свой суверенитет. Вот в этом самое главное. И выход России из этого состояния, укрепление своего суверенитета и независимости в экономике, в финансах, в военном деле означает повышение нашей безопасности. И означает создание условий для ее уверенного развития в будущем, как самостоятельного государства, полноценного и самодостаточного, с теми партнерами, каких мы имеем в БРИКС, которые уважают независимость России, уважают наши традиции и к которым мы относимся таким же образом. Теперь по поводу с точки зрения безопасности в целом. Что касается безопасности России, я уже сказал, я понимаю, о чем вы говорите. Но разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши постоянные обращения к партнерам, не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет, и нарушая взятые на себя обязательства делать это? Разве справедливо забраться к нам вот в подбрюще совсем, скажем, в ту же Украину и начать там строить, не готовиться, а именно уже строить базы военные? Разве это справедливо? А справедливо провести государственный переворот, о котором я говорил, отвечая на вопросы вашего коллеги, наплевав на международное право и на все принципы международного права и устава ООН, финансируя переворот в другой стране, в данном случае на Украине, и подтолкнув ситуацию к её развитию в направлении горячей фазы. Разве это справедливо с точки зрения всемирной безопасности? А разве справедливо нарушать взятые на себя обязательства в рамках ОБСЕ, когда все страны Запада подписали бумагу, согласно которой не может быть безопасности одной страны при нарушении безопасности другой? Мы же говорили, не надо этого делать, это нарушает нашу безопасность, расширение НАТО. Нет, всё равно делали. Разве это справедливо? Никакой справедливости здесь нет, и мы хотим поменять эту ситуацию, и мы добьёмся этого. Последний ещё раз, извините. По поводу утверждения британской разведки, что Россия вот свет хаос на улицах Британии. Послушайте меня. Спасибо вам за то, что вы напомнили мне про эту часть. Но это полная чушь. Вы понимаете, то, что происходит на улицах некоторых европейских городов, это результат внутренней политики этих государств. Продолжение следует...